Тем не менее, считаю, что имею право на эту тему высказаться тоже. Тем более, я не считаю себя образцом в семейной жизни, но обладаю большим опытом. Итак, в нашей стране, Российской Федерации, имеются два великих государственных секрета. Один государственный секрет – это сколько денег у Владимира Путина. Очень многие любят порассуждать на эту тему, поэтому я с удовольствием от этого выстержусь. Второй секрет, еще более жуткий и сакральный, на страже которого стоит ФСО, ФСБ, все, без исключения средства массовой информации – это всего-навсего личная жизнь Владимира Путина. Она действительно невероятно таинственная. Две дочери уже лет 9 учатся в Санкт-Петербургском университете, но их там никто никогда не видел. Супруга нашего кандидата в президенты не появлялась на публике уже так долго, что народная молва отрядила ее послушницей в монастырь. К этому вы можете добавить популярные слухи о молодых подругах, загадочных детях и так далее. Получается, история покруче, чем в сериале «Закрытая школа» или «Туин Пикс». Иногда говорят, человек имеет право скрывать и маскировать свою приватную жизнь. Обычный человек – да. Вот, скажем я, простой плейболь по тоску. Имею право путаться в каких-то данных относительно своих женщин и детей. Но до этого никому нет дела. Совсем другое дело. Человек, которому доверяют миллионы и десятки миллионов, от которого зависит судьба, может зависеть судьба огромной страны, такой человек должен быть абсолютно прозрачным и абсолютно честным. И мы, россияне, праве требовать от лидеров нашей нации этой самой честности, прозрачности и порядочности. Будь то Путин, будь то Зюганов, будь то Навальный. И эта честность и порядочность, открытость и прозрачность касается не только их государственных деяний, она касается и их личной жизни. Потому что народная мудрость гласит, если президент не делает это со своей женой, то он делает это со своей страной. Согласны, я надеюсь? Да! Открытость, честная, крепкая семейная жизнь является первым показателем уровня морального здоровья каждого человека, не говоря уже о лидерах. И если мы рассмотрим вот эту самую частную сторону жизни Владимира Путина, то мы убедимся, что этот показатель уровня морального здоровья у него не то чтобы низкий или наливой, он у него просто-напросто отсутствует. Мы все знаем о телевизионных похождениях кандидатов в президенты. Мы вообще ничего не знаем о его реальной человеческой жизни. Поверьте, такой степени конспирации и закрытости нет нигде в мире. Ни в Северной Корее, ни в Центральной Африке. Это реально дико человек и как бы большой начальник живет в собственной стране по принципу шпиона-нелегала. Что его мотивирует, я не знаю. Может быть, это паранойя, то есть мания преследования, может быть, это какие-то застарелые чекистские коммерции, может быть, что-то более прозаичное, но это и не важно. Важно то, что за 12 лет своего пребывания во власти Владимир Владимирович Путин тотально шифруется перед лицом собственного народа. И это терпеть нельзя, потому что это такая степень неуважения к своей стране, к своим людям. Скоро буду заканчивать. Это дикая степень неуважения ко всем нам. Об уважении сейчас говорится довольно много. И действительно выносить этого нельзя. Я хотел бы сказать, что уже давным-давно вся эта путинская конспирация всем наскучила. В мастерстве ее мы убедились, и это уже всем скучно, равно как и сам этот кандидат в президенты. Девушка хочет со мной поцеловаться. Я с удовольствием это сделаю, но сначала хочу задать вам вопрос. Вы хотите эту синюю бороду в замке Кремля? Нет! Ответ правильный. Спасибо, нет. Царя нелегала нам не надо. Я имею в виду не то заключение, о котором, может быть, многие подумали, а в заключении своего выступления я хотел бы пользуясь тем, что приближаются и наступают великие праздники. Поздравить вас всех с Рождеством и с Новым Годом. Я верю, что 2012 год будет годом Рождества, новой свободной России, и вместо обещанного пессимистами конца света у нас будет год начала нового света. Аминь! Я думаю, не стоит. Давай почитаем плакаты. Плакаты и лозунги. Покажите нам побольше, поднимите. Так, ну вот, тут очень серьезное. Россия без Путина. Я не знаю. Я не знаю. Ну теперь мы знаем про вас все. Я гражданин великой страны. Нам нужен наш гавил. Я читаю лозунг. Нет вертухали власти. А я вот вижу, очень длинный, но он заслонен портретом. Там что-то про гугл. Соберите поиск гугл император России Владимир. Хиллари Клинтон заплатила нам натуры. Хиллари Клинтон вообще сегодня разорист. Путина боятся в сортир не ходить. Вот почему-то сбоку Путин. Кем ты останешься в истории? Партия Дела. Это большой пилот.